Гомельским областным музеем военной славы мают намер подрихтовать еще один сборник, присвеченный партизанскому руху на Гомельщине. При этом основную частку выдания складываются документы, маловядомые, ценаогул невядомые, навыц специалистам. Наши корреспонденты поцикавилися подробностями. Площа больше, как 200 квадратных метров. Вышиня Амаль 40. Это партизанский мурал, с выявой Емельяна Барыкина селета, заявился на одном из домов по улице, которая носит имя Героя Советского Союза. Увоголи для Гомельщины Барыкин зарабил шмат, и не только подчас Великой Айчинной. У 1939 секретарь Партбюро Гомельского отделения Беларуской Чугунки и гоноровый чугуношник Советского Союза. Потым первый секретарь Чугуношного райкомопартии, секретарь городского комитета. Подчас войны створальник полка народного ополчения, комиссар партизанского отрада Большавик и начальник штаба Гомельского партизанского злучения. Але на какой бы посаде не знаходзюся Барыкин. Успайминный объем. Только самое доброе. Помощник в послевоенные годы Барыкина Карпенко, она вспоминала, что Емельян Игнатьевич, когда собирал своих подчиненных, очень часто напоминал им, стремитесь сделать так, чтобы человек не уходил от вас обиженный. Постарайтесь его понять и помочь ему. Люди приходят к нам с наболевшей душой. На мой взгляд, эти слова действительно показывают Барыкина, как человека чуткого, как человека, желающего и стремящегося помочь и поддержать людей. И тому, безусловно, были не только слова, но и его дела. Даследованием партизанского руху у Музея военной славы займаются не первый год. Не глядяши на великую колькость публикаций на эту тему, некоторые подзеи и факты до этого часу застаются маловядомыми. Особливо, эта тыжаца наибольш тяжкого периоду. Лето 41-го, зимы 42-го годов. У 2060-м и 2015-м областным центры выдали сборники материалов под огольной назвой «Гомешина-Партизанская». 354 документы из Национального архива Беларуси, Центрального архива Комитета Державной Безпеки и Архива Громадских Объединений Украины. Зараз у музею кажуть обжаданне подрихтовать и еще одну выданню, причем, як и ранее, основная колькость документов будет опубликованная у першыню. Сейчас мы тоже думаем, так сказать, о выпуске третьего тома. Дело в том, что не все документы еще по партизанскому движению и вошли. У нас есть хорошие помощники, бывший руководитель Национального архива Селеменева, он там еще помощником у нынешнего директора Национального архива работает пока. Мы очень на него рассчитываем, он нам помогает, в общем-то, извлечь из запасников документы, связанные с историей партизанского движения нашего края. Компания Гомель.